Вносятся поправки в Конституцию. Верхняя палата Российского парламента и Совет Федерации их уже одобрили. Однако некоторые пункты основного документа страны уже успели вызвать разноголосый резонанс в обществе. Многих смутило обнуление президентских сроков и формулировка о языке государства образующего народа. Как дагестанские эксперты отреагировали на поправки, расскажет Патимат Ханапова. Госдума одобрила Совет Федерации тоже. Теперь поправки к основному закону должен поддержать народ. Россиянам предстоит решить, стоит или нет вносить в Конституцию 1993 года около 200 поправок. Они должны закрепить в основном законе меры соцподдержки, верховенство российского права над международным и новые требования к президенту и чиновникам. Это лишь часть изменений. Я, конечно, тоже приветствую статьи, так называемые социальные, которые связаны с гарантиями повышения пенсии и с гарантиями обеспечения минимального размера оплаты труда в соответствии с пробежиточным минимумом. И вообще вот этот блок социальной статьи, касающийся укрепления семьи, и касающейся поддержки семьи, и воспитания детей. Естественно, для Дагестана эти статьи будут близки, и они будут сказываться даже положительно, я думаю, и чисто, как говорится, в бюджетных средствах, которые будут выделяться. Я приветствую статью, например, запрещающую должностным лицам иметь там двойное гражданство или видное жительство, а также иметь вклады в иностранных банках. Закрепили в Конституции понятие о языке государствообразующего народа. Некоторые общественники считают, что такая формулировка противоречит принципам демократического федеративного государства. Эксперты посчитали, что неправильное оттолкование поправки в будущем может привести к обострению межнациональных проблем. Основу государственности закреплять и давать какому-то народу на языку прилегативную. Выделять какой-то народ смысла не было. Ушемления русского языка нигде не было. Наоборот, мне кажется, русский язык проник в жизни всех малых народов гораздо больше, чем даже русский народ сам думает. Наибольший интерес в обществе вызвала поправка об обнулении президентских сроков. Она позволяет главе государства Владимиру Путину участвовать в следующих выборах. Такое изменение эксперты восприняли также неоднозначно. Некоторые опасения вызывает слишком большая централизация власти в руках одного человека. Несмотря на то, что вроде бы даются теперь права, дополнительные права и полномочия Государственной Думе и Совету Федерации по назначению некоторых лиц. В минусе то, что вот эта вот единая централизованная система управления, она уже сейчас дает сбои. И для того, чтобы она эффективно функционировала, нужны гораздо больше усилий, чем те, которые сейчас предпринимаются. Ряд изменений в Конституцию был отклонен. В том числе нашумевшая поправка о запрете президенту и министрам иметь недвижимость за рубежом. Было отказано и в предоставлении Госсовету полномочий выбирать президента. А также поправка о досрочных парламентских выборах в 2020 году также был отклонен. Патимат Ханапова, Мусас Алгиреев, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ.